Новое время В номинации «Пропаганда педагогического опыта, шерства и наставничества» Светланы Николаевны Свиридовой. Немного истории. 33 года назад Светлана Николаевна пришла работать в сельскую школу, показав себя активным, творческим, ответственным и высокопрофессиональным педагогом, любящим свою профессию. С 1990 года она занимает пост директора Новороссийской школы, руководство которой осуществляет и по сегодняшний день. Высокая профессиональная компетентность Светланы Николаевны позволила найти оптимальное решение проблемы сельской школы в период перехода к рыночной экономике. Понимая необходимость перевода школы в режим активного обновления и учитывая сложившиеся условия школы на селе, Светлана Николаевна совместно с коллективом разработали проект «Модель сельской общеобразовательной школы с фермерским уклоном», в основе которой педагогика дела Антона Синовновича Макарева. Высоких результатов образовательной деятельности школа добилась благодаря эффективному управлению руководителя. Важной задачей Светлана Николаевна считает создание системы школьного наставничества. Ей удалось создать коллектив единомышленников, достигших высокий уровень профессионального мастерства. Когда вы учились в Светлане Николаевне? Сейчас вы ее коллеги. В нашей школе царит дух сотрудничества и товарищества благодаря Светлане Николаевне. Мы очень любим, когда она приходит к нам на уроки. Ее энергия заразительна. Мы приходим в школу не только провести уроки, классные часы, но и учиться, и учит нас Светлана Николаевна. Потому что она профессиональная деятельность. Она очень хорошая профессиональная деятельность. Ее организаторский талант помогает организовать все силы, все идеи. Результат следующий, лучший, не умный и успешный в школе. С Светлана Николаевна гармонично сочетаются черты педагога, руководителя и наставника. Поэтому она придумывает главную часть проекта, которая активно вовлекает детей в производственный труд. Одним из лучших признано трудовое объединение и научное общество учащихся Росток на Российской школе Рубцовского района, которая работает совместно с учеными-оградниками. За последние годы учащиеся завоевали более ста дипломов на краевых всероссийских конкурсах и научно-практических конференциях. Неоднократно ростковцы были награждены премией президента в рамках программы «Одаренные дети России». А сейчас прямое включение нашего корреспондента. Алло, Антон, вы нас слышите? Алло, Валерина, да, слышу вас. Санкарист телекомпании «Новое время» Митяев, Антон. Стойникова, скажите, пожалуйста, в чем секрет вашего успеха? Секрет, Антон, очень прост. В том, что рядом со мной всегда были талантливые и творческие педагоги, умные и познательные дети, мудрые родители. Ну, конечно же, в том, что я очень люблю детей, школу и жизнь. Спасибо. А мы к нему дальше. Опыт работы школы был одобрен экс-президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на юбилейные встречи с первоцелинниками, участником которой была и Светлана Николаевна. Очеркнул президент Владимир Путин на встрече с вселинниками и передовиками агропромышленного комплекса, участницей которой стала директор нашей школы Светлана Николаевна. Школьные хозяйства наверняка производят мизер. Примите решение о запуске у них продукции в госрезерв. Наверняка это ерунда в масштабах государства. А для таких небольших хозяйств, я думаю, что Светлана Николаевна абсолютно права. Дело не в объемах производства, а в том, что они у детей на этом успеют. И закрепляют таким образом людей на земле. Светлана Николаевна рассматривает наставничество как двусторонний процесс. А основным условием его эффективности считает готовность к передаче опыта. Она постоянно организует районные, зональные, краевые семинары на базе школы. Выступает с обменом опыта перед коллегами и родителями. В 2010 году опыт школы был представлен на международном конкурсе Антона Семеновича Макаренко и получил высокую оценку. Школа награждена дипломом второй степени и денежной премией. А Светлане Николаевне вручена медаль за педагогическую доблесть. Выпускники школы успешны и уверены в своем будущем. Родители отмечают высокий уровень удовлетворенности работой школы. Наш следующий сюжет именно об этом. Как родители мы очень благодарны Светлане Николаевне, что мои дети учились и закончили один эту школу. Сейчас успешно учатся в техническом университете в Новосибирске. Здесь благодаря ей созданы такие условия, я считаю, замечательные. И чисто с технической точки зрения дети, конечно, приходят в прекрасные чистые, красивые кабинеты, занимаются, учатся, постигают. Создана, ребятишки два раза бесплатно питаются, тоже это ее, считаю, заслуга. Ну, а, конечно, коллектив, который учителей собран с ее помощью, я считаю, что тоже немаловажно. Вообще, приводя сюда детей, я рада, что они учатся в этой школе. Смотрю, вот так сравниваю с другими школами, даже городскими, и думаю, у нас все-таки такие замечательные условия. Нам бы городская школа позавидовала таким условиям. Ну, а самой Светланы Николаевны, я как родительница, и от всех родителей желаю крепкого здоровья, и успехов во всем, всего самого. Новороссийские школьники живут интересными своей новой родинами. О своей школе и наставниках они говорят с уважением и благодарностью. За 11 лет мы учимся в нашей любимой Новороссийской школе, а самым главным человеком в этой школе для нас является наш любимый директор. Светлана Николаевна. Мы считаем Светлана Николаевна талантливой и уникальной директор. Директор от Бога. Она всегда придумывает креативные идеи, помогает нам добиться каких-то результатов, и все делает. Еще раз поблагодарить ее за кропотливый труд, за безграничную любовь, за терпение, за нашу успеху. И да, спасибо вам за то, что вы есть. Мы вас любим. На этом наш выпуск завершен, но мы не прощаемся. Мы говорим до новых встреч.